Тема остаётся та же самая, просвещение или освобождение, что надо делать либералам в России. Понятно, что надо делать и то, и другое, и просвещать, и освобождать. Больше того, просвещение – это самоосвобождение. Дурак не может быть свободным. Но как это делать? Это огромная проблема. Да, этот год Крамзина, 250 лет, Николай Михайловичу. Но я добавил в свой текст ещё один сюжет, который, мне кажется, будет чрезвычайно уместен. А именно, вот в этом контексте просвещать или освобождать, какую роль играет Запад, какую роль играет Европа, какую роль играет наше путешествие в Европу. Зачем это всё? Просто для праздного интереса? Охота поглядеть мир? Или что это для России? Так вот, у нас просвещение и освобождение часто в России были разорваны. Просвещенный класс, да, был либеральным в самим себе, но мало делал для освобождения народа. И наоборот, те, кто принялся освобождать народ, сделали это так, что стало ещё хуже, условно. Ну, ленинская группа освобождения труда, все знаете, вот это классический случай. Ещё не просветили, а надо уже освобождать. Решили этих ребят привести к власти непросвещенных. И привели вот эту вот идею о том, что кухарка может управлять государством. Это вот из этой самой серии. Больше того, и не хотели просвещать, потому что то, что преподавалось в так называемых партийных школах, в том числе за рубежом, об этом мы будем говорить, потому что я был и видел места, где была Каприйская школа в Италии, и где была школа Лонжумо под Парижем. Так вот, чем там, собственно, обучали-то? Какое там было такое просвещение в этих школах? Там люди учились. В основном там учились тому, что в России принято говорить, кто виноват. Надо было найти, кто мешает-то, собственно. Для вот этого большевистского сознания человек должен освободиться от чего-то внешнего. Никто не думает о том, что дело в самом человеке. Надо найти врага. Там очень точно указали на этого врага. Это частная собственность, ее носители. Вот это уничтожим, и будет всеобщая счастье. Это не гражданское просвещение какое-то. Строго говоря, и просвещение, и освобождение были в России разорваны. Но были периоды, и вот этим периодом я и посвящаю свою деятельность фонда русской либеральной наследии. Эти мемориальные доски, памятники даже есть у нас, которые удалось собрать средства, чтобы установить нечто более такое солидное. Так вот, это люди были одновременно лидеры русского освобождения, то есть это были социальные и политические мыслители, и это были высоко просвещенные люди. Вот этот период, ну, условно говоря, все знают, что в 1906 году, когда были первые выборы, они еще были цензовые, они были куреальные, но тем не менее первые свободные выборы в России на первых свободных выборах выиграли либералы в одну калитку. Вы знаете, что вся Первая Дума, начальство все было, оно было из Конституционно-демократической Кадетской партии. Во главе Сергея Андреевича Муромцева, который до этого, там, 30 лет был председателем императорского юридического общества, крупнейший русский юрист, он и стал председателем первого государства. Вот этот человек просвещенный и одновременно лидер русского освобождения, поскольку русский парламентаризм, это был огромный шаг на пути к освобождению. Так вот, соединить эти две вещи, чтобы они не разрывались, потому что иногда просвещенные люди у нас исповедуют чисто элитистские взгляды. Я вот буду просвещенный, а с народом не обязательно. Да и страна, ладно, там, лишь бы не было войны, а других, у нас таких очень много и сейчас, между прочим. Они не собираются никого просвещать. Это, я бы сказал, такая вольтеровская линия философии. Вольтер так говорил, что мы легион доблестных рыцарей, а народ это лягушки, которые квакают вокруг. Но поскольку они нас не жалят, а просто квакают, ну пусть квакают. А мы сами по себе. Вот это элитистский либерализм. А есть и другая линия, тоже, на мой взгляд, важная, но и тоже для нас опасная. Это линия Руссо, который вообще говорил, что от прогресса только хуже становится. Лучше всего был человек, тот, самый первый, который был абсолютно не замутнен никаким прогрессом, вот тогда он был по-настоящему свободен. Освобождение не происходит. Наоборот, человек от счастья, все удаляется и удаляется. И вот эти мощные линии, они где-то в России даже стали доминировать. И марксизм, мне кажется, это одна из продолжательниц вот этой идеи, о том, что можно освободить, строго говоря, не просвещая. Сам Маркс написал в «Капитале» о том, что человек при капитализме оскотинивается. Но вместо того, чтобы начать лечить это дело, решили этому существу отдать политическую власть. Вот как вам такой перескок логический? Для меня это самое главное в марксизме. Если ты доказываешь, что человек становится скотиной либо придатком машины, как он еще был, то есть происходит дегуманизация человека, как же ему надо власть отдавать? И вот западная социал-демократия, весь ревизионизм западный, ну и частично наш, например, Клеханов, они обратили внимание на это глубочайшее противоречие марксизма. Поэтому и говорили, нужна экономическая борьба, нужно постепенно, не вздумайте сейчас грабить буржуа, потому что буржуа обеспечивает тот капитал, который потом, пусть рабочему не доплачивают, но постепенно он будет все больше и больше получать, и на эти деньги он должен учиться. Вот что говорил Клеханов. А учиться ему очень долго. В перспективе, да, он возьмет власть, когда он станет самым культурным классом. Но до этого на капиталистические деньги он должен очень внимательно учиться. Это возможно. Потому что западный рабочий гораздо более просвещенный культурный человек, чем, например, западный мелкий буржуа, который целыми днями сидит у себя в мясной лавке, какой там театр, какие библиотеки. А рабочий отпахал 8 часов и пошел в библиотеку или в театр. Так думали ревизионисты. И, кстати, во многом это получили. Так, в общем, когда брать власть? Когда освобождаться? Только тогда, когда просветишься. Конечно, этот период может быть длинным, может быть более коротким, но он необходим. И вот тут появляется Европа как образец просвещения для России. Это понимали русские цари. Вообще первым русским произведением просветительским о Европе были как раз письма русского путешественника Николая Михайловича Карамзина. Вот мы в этом году, в сентябре, если будет живо-здорово, мы тоже сделаем что-то подобное нашей просвещенной школе, собираем группу, едем в Калининград, надеемся съездить. Там будет небольшой семинар, посвященный встрече Карамзина с Кантом. Первым, что он сделал, он в Кенигсберге встретился с Эммануилом Кантом. И после этого он через Северную Польшу, Северную Германию, через всю Пруссию, уже поехал туда, в Париж, потом был в Швейцарии, в Англии, и вот вернулся. И написал письма русского путешественника. Но я очень давно заметил, что наш Николай Михайлович, когда написал эти письма русского путешественника, такое впечатление, что он был ко всему этому готов. И я сразу понимал, что невозможно так, не бывает. Человек вдруг, это путешествие 1789-1990 года. Невозможно. Молодой человек едет. И уже такой европейский, что он вернулся. И с командировки уже все. И я нашел, конечно, вот это недостающее звено. И сейчас написал об этом большую работу. Дело в том, что наш колик Карамзин, он же Кармурза, он сам раскопал всю свою родословную, я ему верю. Вот, что он из наших. И у него был промежуточный период. Он 4 года, будучи юношей, проучился в немецком пансионе, в немецкой Слободе, в Москве. Вот они, недостающие годы европейского просвещения. Об этом, кстати, совершенно ничего не написано. Я вот сейчас буквально по крохам это собираю, тем более, что я сам вырос в этом же районе. Кто знает Москву, москвичи, или вы часто бываете, наверное, знаете этот, Бауманский район. Это как раз и есть район метро Бауманска, это бывшая немецкая Слобода. Вот, условно говоря, от Еловского собора и к Яузе вот это был кусок Слободы. Сейчас он называется, пультовая там фигура, по-прежнему революционер Николай Бауман. В пятом году убит черносотинцем ударом трубы по голове. Там что 200 тысяч человек рабочих вышло его хоронить. С тех пор считается, что вот и началось все практически. Но это важные события. И Николай Бауман, естественно, это культовая фигура для русских левых. И никто не посягнул, даже во времена Ельцина, никто не посягнул на героя. Хотя здесь же, например, родился Пушкин рядом, просто с метро Бауманской. Могли бы сопоставить? Нет. Но такая иллюзия, что можно от истории освободиться, она плохая иллюзия. Я нашел этому подтверждение. Дело в том, что за полвека до того, как туда приехал Карамзин, слово Николай Бауман было крайне известно в этом районе. Дело в том, что старшиной кирхи, протестантской, немецкой, лютеранской кирхи, был генерал Николай Бауман. Можете все представить? В 17-м году. Именно Николай Бауман. Он был старостой, он был самым крупным, так что он приехал уже генералом. Петр, потом, да дальше, и Алексей Михайлович, при его отце, начали набирать офицеров, но так, чтобы переехал полный генерал из Германии и здесь закрепился. Вот он такой и был. То есть, имя и фамилия Николай Бауман для этого регион давно уже, так сказать, обычное. И немецких товарищей можно успокоить, что справедливость каким-то странным образом, но торжествует, даже вот в этой русской и советской топонимике. Все возвращается на Крупцию. Так вот, приезжает юный Карамзин, в 12 лет приехал, в 16 закончил, его забрали в армию, ему шел военный чин, отец его сказал, хватит уже, пора тебе деньги зарабатывать, хватит учиться, ты уже выучился, хотя он хотел поступить в университет, после пансиона, и многие так и делали. Тем не менее, отправили в Питер, он был под прапорщиком первого русского гвардейского полка, преображенского. Кстати, преображенский полк создавался тоже рядом с немецким слободой, там рядом были похоронены основатели преображенского полка, и я так понимаю, для Карамзина это был не пустой звук. Могила и Гордона, и могила Лефорта, рядом, 100 метров от пансиона, где он был. И вот, представьте, приехал из Симберска молодой парень, 12-летний, его отец от греха подальше отправил, потому что на него начала заглядываться соседняя помещица по фамилии Пушкина. В 12 лет красивый мальчишка что-то зачистил к соседям, она ему вроде там показывала какие-то книги в своей библиотеке, но соседи стуканули отцу, отставному майору, что там дело такое не все гладко, и он от греха подальше мальчика отправил в Москву учиться. А иначе мы бы не имели бы, может быть, Николай Михайлович вообще, как интеллектуал, вот так бы он и кончил где-то там у нее. Ну вот, благодаря этой учебе и всему контексту немецкой слободы он стал абсолютным русским европейстом уже до путешествия в настоящую Европу. Почему? сама немецкая слобога, вот у нас так сейчас нет такого района в Москве, а жалко, там теперь Бауманское училище есть рассадник левокоммунистических достаточно радикальных убеждений, у нас техническая интеллигенция вообще, надо сказать, обгоняет здесь гуманитарную с точки зрения с точки зрения имперских, националистических или иногда черносотенных идей. Вот, а тогда это реальный был такой прогрессорский район Москвы, начиная с Петра I. Кстати, именно на Яузе хотел Петр основать новую столицу, еще до того, как начал строить Петербург. До Петербурга он, кстати, сначала начал строить столицу на юге, на территории нынешней Липецкой области, это Рененбург известный, там остатки есть. Так вот, сначала он хотел на Яузе строить посвященную западноевропейскую столицу, то есть уехать из Кремля, собственно, он там и детство провел недалеко, в Преображенском, именно на Яузе, и вот там должен был быть порт наш вообще самый главный, и потом он считал, что должно быть две столицы из Санкт-Петербурга и в Москве вот этот район Лефортово, который сейчас называется, именитый Лефортовский дворец, потом там выстроила Екатерина, огромный дворец, а вообще там были усадьбы уже в 18 веке крупнейших русских аристократов. Вот что удивительно было для Карамзина, что оказывается Европу можно построить в Москве. Он не просто увидел Европу, ах, как хорошо в Европе. Он увидел, как хорошо быть западником, не уезжая никуда из столицы. Вот это, мне кажется, главная Карамзинская идея. Европу надо сделать в России, и лучше всего в Москве. Вот этим, собственно, мы и занимаемся, например, в нашем фонде. Это русско-европейский фонд. Я не различаю эти два понятия. русский европеизм. А вообще у нас это слабо получается. Вот самые первые русские, молодые ребята, их отправил в самом начале XVII века, в 1600-х годах, тоже полутатарин, между прочим, Борис Годунов. Отправил 40 человек на Запад. Ни один не вернулся. И тогда поняли, что-то надо с этим делать, потому что народом разбрасываться-то нельзя. Как сделать так, чтобы они... Где им учиться? Туда пошлешь учиться, они не вернутся. Первый человек, который всерьез вернулся, почему его потом и объявили сумасшедшим вовсе? Уехал в Европу, все увидел и вернулся. Был Петр Чадай. Собственно, за это его и объявили сумасшедшим. В 25-м году только что приговорили декабристов, уже начали высылать. Известно было, что он был связан с декабристами. Да, он был блестящий герой Бородина, герой всех походов и так далее, вставной ротмистер. Ушел в отставку, поехал путешествовать и вернулся. Вот там не могли понять, что Николай Первый сказал, раз вернулся, значит у него совесть чиста, пусть живет. И он прожил некоторое время, хотя за ним внимательно наблюдают. Ну вот после философических писем поняли, что пора, чтобы с ним радикально делать. И в общем, он так до конца был под очень пристальным надзором, да еще и с ярлыком сумасшедшего. Вот поэтому запад вот этому хорошо говорить нашему послу, да, он уже сидит там, работает, наслаждается всем удовольствием. Когда какой-нибудь железняк мне рассказывает о том, какой-то какой сволочь этот дальний запад, то я скажу, зачем, что всех своих детей от нескольких браков всех отправил к этим сволочям туда, а нас грузишь здесь чем-то. Жесткое воспитание. Да. Дрессировка испытания. Теперь пытается нас дрессировать, хотя у самого... Так вот, да, Карамзин первый русский европеец в этом смысле. И когда он основал журнал «Вестник Европы», это переходящая такая эстафетная палочка как орган русского европеизма. Поэтому он, да, написал историю государства российского в такой апологетической манере по отношению к монархической форме правил. Ну, во-первых, ребята, начало девятнадцатого века. А что еще такого? Да, в некоторых местах уже королей зарезали. И что это? Показатель чего? Надо своих зарезать, что-то тогда. Как Пестель хотел. Он хотел декабрист Пестель, который у нас вообще считается героем. Он хотел вырезать Романова до последнего колена. Рисовал там, когда, благодарил, когда ему сказали, а ты вот этого еще забыл. Младенца какого-то, боковое, а это очень важно. И тоже галочку стоять. И этого тоже надо. Вот такие надо было. Республик тогда было маловато, надо, прямо сказать, во времена Карамзина. А самое главное, конечно, это, чтобы не было разочарования от первых томов, прочтите одиннадцатый том про Ивана Грозного. Вы все поймете про Карамзина. Вот, вчера поздравляли Родинского, еще будем его, наверное, поздравлять. Дальше. Я думаю, что ему надо одиннадцатый том за счет мемориала издать и раздать всем. И только сказать, там, где написано Иоанн Грозный, чтобы люди подставляли Сталина и будет один к одному. Абсолютно антитиранский одиннадцатый том у Николая Михайловича Карамзина. За что многие вообще говорили, вообще, на что ты посягаешь, это же помазание божье. Он говорил, нет, самодержцы помазанники божье. А это, в общем-то, просто уголовник на троне. Он разводил эти вещи самодержавие и самочиннее. Самодержавие это правовое государство, ограниченное законом, который должен создавать при царе земский собор, а не просто кто-то что-то написал. И подчиняться должен, первым государь должен подчиняться этому закону. Первый гражданин в России должен быть царем. Вот идея Карамзина. И самочиннее это антиправовая деятельность первого лица. Вот в этом смысле Иван Грозный не подпадает под самодержавие. Это он самочинный, внеправовой. Для начала 19 века совсем неплохо. И у них было непонимание с Аспиранским, автором первой русской конституции. Некоторое время его Карамзин подозревал в том, что хорошо не будет, если русским сейчас быстро дать конституцию. У них на это темно. Не рановато ли? А потом они подружились просто. Потому что того тоже сослали, гоняли его, и они отправили потом править в Восточную Сибирь, из Иркутска. Он когда вернулся, успели они еще раз встретиться, еще раз обнялись. Это были два разных пути к просвещенной Европе, в России. идея Спиранского о том, что надо немедленно заняться выстраиванием новых европейских институтов, в первую очередь дать России конституцию. Идея Карамзина сначала надо просветить, потому что никакая конституция на непросвещенную голову сейчас не сработает. Может быть, он в этом смысле недооценивал русский народ. Можно ли в начале 19 века дать уже России конституцию? Кто-то говорит, конечно, да и сейчас говорят, давно пора уже а некоторые говорят, а куда вообще собрались-то? Не рановато ли? Вот мы сейчас неплохо так говорим. Таких много, что ли, в России, кто все понимает, уже протис. К сожалению, меньше, чем хотелось. Вот это один блок очень важный, как преамбула просвещать или освобождать. Второй блок и очень важный с точки зрения европейцев это наша европейская литература, которая где-то сделала не меньше, по крайней мере, чем русская социальная и политическая мысль. Возьмем даже Гоголя, моего любимого, поскольку главный русский роман о русской жизни мертвые души написан, как вы знаете, в Риме. И Гоголь говорил, я бы ничего такого в России не написал. Для этого надо чуть-чуть со стороны на Россию посмотреть. Написано не зло по отношению России. Разве Ноздрев или Сабатевич или Коробочка это что, какие-то монстры в том смысле, что это воплощенное зло? Да нет, это просто сторона русского характера. И обобщенное название «Мертвые души». Вот такой был Николай Александрович Милютин, который фактически освободил крестьян в 61-м году. Он был замминистра внутренних дел, который проводил вот эту, то есть он номер один во всей этой истории. Так вот, он всю жизнь мучился, что получится с нами. Говорил, что если Гоголь прав, и в России полно мертвых душ обретаются, то это же очень страшно освобождать мертвые души. Все говорят, давайте освободим крестьян. А Гоголь про них пишет, что это мертвые души. И что? Освободим сейчас. Эти мертвые души совсем отвяжутся. Куда они пойдут? Это все равно, что зверей из клеток повыпускать. Вообще-то это такая очень мощная метафора, которую придумал не дурак совсем. Томас Гогс. Это он придумал человеку-человеку-волку. Ну, волков освобождать страшновато. Как их держать? Намордник нужен, серьезный. Намордник в виде государства, которое вберет вберет в себя все звериные черты. Поэтому никто не дернется, когда увидит, кто наверху. Точнее, как устроено государство. Он придумал концепцию Левиафана. Левиафан это огромное чудовище библейское, условно говоря, огромный крокодил. такой. вот, чтобы народ не отвязался, поскольку народ животное по природе. Когда он увидит, кто им правят, будут сидеть тихо. Вот эта концепция Левиафана, которая потом начинает просвещать вот этих зверушек, но держит их цепко. Это одна концепция. Она не наша, я считаю. А вот наша концепция, которую создал младший современник Томас Локк, вот это наша либеральная концепция. Можно людей и просвещать, и потихонечку освобождать. Почему? Потому что человек это не волк. Это наоборот благостное существо по образу и подобию Божьему. Что же ему не дать свободу-то? Сам содержитель Ледемиор к нам объявил плодитесь и размножайтесь. Вот мы и будем. Вот так и... Да это еще не 17-й даже век. Это Аристотель еще сказал, что, конечно, надо обуздать верхи неправовые и, конечно, нельзя допускать золотую середину варваров низ. Надо отгородиться и от верха, и от низа. А в середине расширять вот это то, что потом прообраз гражданского общества. Поэтому у него общество не пирамидальное, в виде ромба. Тут у нас несколько человек в зале преподают political science и знают вот эту всю концепцию. Практически это протолиберальная концепция. Это немножко сильное такое заявление, но по сути дела к лопку прямая дорога. Так что этой идеей конечно я сразу оговариваюсь, особенно девочки перевозбуждаются, потом могут мне сами сказать на экзамене, что Алексей Алексеевич сказал, что Аристотель был первым либерантом. Я говорю осторожнее девчат с этим делом и вам тоже советую. Но в целом прямая дорога туда. В полемике с Платоном, который считал, что должна быть пирамидальная структура и жесткая, у него ромбовидная структура, золотая середина самая большая часть этой фигуры и это и есть гражданское деспотов сверху, богатых, которые хотят власть купить. Их надо отжать, их надо контролировать, их нельзя допускать, их не надо грабить, но их нельзя пускать во власть. Деньги и власть отдельно должны быть. Пусть он богатый, но тогда не лезет в политическую линию. И не пускать туда варваров, потому что варвар ничего хорошего в политике нет. Вот за и очень многие наши, которые всерьез в начале первой, третьей, девятнадцатого века начали ездить, я имею ввиду не Чадаева, а те, кто всерьез учился в университетах, в первую очередь в Германии, это Станкевич, Грановский, Боткин, вот это вот, ребята, потом их разнесло в разные стороны. Боткин, вы знаете, первый написал письма из Испании, если кто-то хочет углубиться вот в эту проблему, это просто обязательно прочтите вот это академическое издание Боткина. Ну, а те, кто, например, Италии считает, туда больше было поездок, это тот же самый Станкевич, который и скончался в Италии в 26 лет всего. Это родоначальник, мне кажется, вот этого нашего гуманного направления, кстати, он тоже считал, что Карамзин здесь опорная фигура, не просто консерватор либерального толка, а что, собственно, Карамзин считал, что Екатерина Вторая делает все правильно, она дала наказ, она дала, фактически, продолжила дело предшественников менее удачливых по дворянской вольности, а кого еще освобождать-то? Сразу с крестьян начинать? Да у нас еще дворянство непросвещенное и, строго говоря, не освобожденное, это такое служивое бюрократическое сословие, довольно ограниченное, между прочим. И вот для них и начал писать Карамзин вот эту историю, о том, что сверху за счет монархии можно много хорошего сделать, а кто еще должен просвещать? Откуда деньги еще, потому что если они в руках, бюджет-то у кого в руках? У монарха, народное образование, на чьи деньги будем выстраивать? Спонсоров искать каких-то за бугром? Нет? Поэтому надо, чтобы они нас учили. И вот поэтому это все апология для западников русского Петра Великого. Федотов наш любимец Георгий Петрович говорил, что Петр Первый был волк и просветитель в одном лице. Поэтому когда он и волк и просветитель, но нужно этим пользоваться и просвещаться пока. А вот когда другие монархи типа Николая Первого остаются только волками, уже не просветители, и начинают нас заставлять заучивать жвачку про самодержавие, православие, народность, вот это уже плохо. Поэтому и Пушкин сказал, кто-то говорит, что во мне много Петра Великого, там копейку Петра Великого, а главный РУП это Фетфебель. Так вот важный момент. Как делались реформы в России? Вот мы хотим, чтобы у нас были посвященные и освободительные реформы. Вот надо посмотреть, я этим несколько десятилетий уже страшно даже подумать, занимаюсь историей успешных российских реформ. Самая успешная российская реформа, комплексная, мощная, которую, конечно, потом отыгрывали, но назад так и не смогли отыграть, это, конечно, цикл реформ, великих реформ Александра II, 60-го. При этом не надо впадать в другую крайность и говорить, что Александр II это вот там и есть такой освободитель. Да, это он царь, поэтому его и стоял он, пока не убили, как на нем написано было освободитель. Освободитель он был до середины 60-х годов. Как только за ним началась охота на родовольцев, он уже в 65-66 году превратился уже в волка назад. И потом только в 80-м опомнился, но ненадолго его в 81-м в начале уже взорвали. Вообще он очень разный был. И вообще не он, строго говорят, сделал реформу, его еле уговорили. Было два человека, которые сделали реформу. И оба из династии, потому что сбоку нельзя было прийти, нельзя было стать министром, если царь не подписал указ о твоем назначении. Как он? Это не монархия испанского типа, когда нам сейчас демонстрируются коалиционные переговоры, а потом, конечно, новый король молодой никуда не денется и подпишет, как договорились партии в парламенте. Он не будет своего назначать. Он назначит того, кого народ, условно говоря, выбрал. Вот выбрали такую конфигурацию партии, если они договорятся, будет коалиция, будет премьер-министр. До революции в России был такой фонд Варвары Бобринской, графиней. Она думала, куда вложить деньги после смерти мужа. И она нашла, она сделала фонд с одной только целью. Он так назывался фонд Варвары Бобринской. Она считала, что каждый русский земский учитель из глубинки должен хотя бы раз в жизни на два месяца съездить в Италию. Если он учит молодежь русскую, он обязан хотя бы один раз съездить в Италию. И вот так вот они высаживались прямо либо поездом до Венеции, там начиналось все, либо пароходом до Венеции. Кстати, мало кто знает, у нас до революции, например, был прямой рейс, рейс Одесса-Соренто. Платишь, поехал. Вот. Ну и вот это тоже, это тоже удовольствие. А Лиза? Все, начиная с Александра Второго у нас наладились дела, он просто разрешил ездить. Николай Первый запрещал ездить. Так вот, фонд Варвары Бобринской финансировал поездки русских земских учителей и мужчин, и женщин большими группами по всей Италии. Около месяца, даже больше, полтора месяца. Вот. И вот наши русские писатели, которые там жили, они были гидами. Вот тот же Ассоргин владел по Риму. И поэтому и описывает об этом. Достаточно подробно, очень интересно есть. Если не первоисточник читаете, то можете мою книжку могу порекомендовать. знаменитые русские русские евреи. Так вот, это очень важно было съездить в Италию, посмотреть, что посмотреть, куда ехали-то. Не просто античные, трудно преподавать античные искусства или литературу, когда-то сам ни разу нигде не было. у людей иногда это была единственная полезка за границу за всю жизнь. Это на деньги Бобринска изгонял вот так. И потом всю жизнь вспоминали. И я уверен, что они транслировали это знамя. И не хватило нам этого человека массового. Всего началась Первая мировая война в 14-м году и все это закрылось, потому что там половина держав, через которые ехали в состоянии войны, итальянцы там втянулись и в общем было уже еле-еле последних вывезли уже кружным путем. Так вот, как реформы делались? Реформы вынашивались в эмиграции. Прямо надо сказать. Они к нам не изнутри доставались, потому что при Николае Первом изнутри тот же Бенкендорф, о котором мы здесь спорили с Дубельтом на двоих, они такую систему отработали, что там не только что написать чего-нибудь или зарать чего-нибудь, пискнуть не давали. Герцена сослали так, что он гонял там 4 года посылкам, вообще ни за что в 1935-1936 годах. Судились, сидел в Крутицких казармах, потом выслали в Вятку, Владимир Новгород, помотался человек и, конечно, при первой возможности он отсюда свалил в 1947 в 2007-м году. А так был сейчас у нас Александр Иванович Герцин может быть защитил докторскую по астрономии, он же вообще-то был астроном по базовому образованию, об этом мало узнать. Он серебряной медалью закончил физический факультет Московского университета, получил за свой диплом и право готовить дальше магистерскую диссертацию по астрономии. А потом его затащило, в 1934-м году его посадили за то, что якобы он пел неприличные песни про императора. Потом, когда начали копать, выяснилось, что их звали туда попеть и выпить, но они с Игоревым не пошли. Так вот, за то, что не пошли, начали копать и в переписке у них нашлись такие слова, за которые надо было что-то сделать. Их под это дело замели, и они получили ссылку долговременную. Потом еле вышли оттуда. Так вот, готовились в эмиграции. Кто готовил? Конечно, люди просвещенные, в первую очередь, самые просвещенные на тот момент, самые совестливые, которые не могли радоваться в том же Риме о том, что вот они туда приехали, а в России пусть трава не растет, это там народ перетопчется, что называется. Нет, начали готовить семью. Вот, я много этим занимался, 57-й год еще уже умер Николай I, уже на престоле Александр II, кстати, весьма-весьма консервативный молодой человек, очень консервативный, гораздо более консервативный, чем его покойник-отец. Когда Николай I уезжал за границей, он цесаревич оставлял на хозяйстве, и вся бюрократия была в шоке вообще, как он жесткой рукой правил, а он уже опыт получил, руководство. И отец знал, что на Сашу можно все оставить, будет полный порядок. Так вот, проиграв войну крымскую, этот Саша понял, что что-то надо менять. И тут к нему два человека начали постоянно ему на мозги. Это тетка великая княгиня Елена Павловна, немецкая принцесса, была замужем за Михаил Павловичем, четвертым сыном Павла I, то есть братом Александра и Николая потом, и очень влиятельным человеком, и соответственно его супруга, вот нынешний Михайловский дворец, который мы знаем как русский музей, да, вот это их дворец, ее практически, потому что он рано скончался. Она просвещенная принцесса немецкая, которая очень болела за русское просвещение и русское освобождение. И в итоге, вот я сейчас большой текст о ней пишу, обратите внимание, про нее практически ничего не известно, особенно женщины должны быть воодушевлены, а то у нас одни мужики почему-то во всех антологиях приличных нет, хотя бы были и Софья Панина, и Ариадна Тыркова, ну а раньше всех была фактически Елена Павловна, которую многие считали, что вот если бы она была на трону, то это второе возрождение Екатерины, второй был, тоже немка, тоже из того же сербского рода, в общем, было бы у нас еще одно просвещенное время в середине 19-го века, которого нам не хватило потом в 17-м году у нас мало оказалось людей, которые способны были закрепить вот эти данные революции пятого года и конституцию, многопартийность, и адвокатуру, и свободную прессу, вот человеческого материала не хватило в 17-м году, мне кажется, в первую очередь, так вот, она начала капать к своему племяннику, что надо делать, как в Европе, она знает, как делать, он бы никого слушать не стал, другого, второй, кто капал, был его младший брат, который занимался военно-морским флотом, был главнокомандующим, и плавая вокруг Европы, Константин, Константин Николаевич Романов, младший брат, уже вступившего на престол Александра, был вторым центром русского европеизма и реформаторства, что это значит, это значит, что при их дворе, мини-двор, можно было свободно обсуждать многие вещи, свободно, не так вот, как с Герцоном получилось, а просто в дворцах обсуждались эти планы, но лучше всего, конечно, вообще и за границей, то есть во времена каникулы, она ездила на лечение в Рим и в Ниццу, вот там, собственно говоря, и формировался кружок будущих реформаторов, человек 30, 35, 40, которые потом командой ввалились в зимний дворец и сделали эти все великие реформы, и университетскую, и цензурную, в первую очередь, крестьянскую, земскую, университетскую, военную, все в комплексе было, это не то, что там, все было продумано заранее, за 5-6-7 лет, при вот этом микродворе Елены Павловны, об этом хорошо написал Иван Сергеевич Тургенев, мы-то плохо знаем этот материал, потому что у нас политики часто не любят это дело распространяться, хотя вот вы знаете многотомник Дмитрия Милютина, который потом был министром обороны условного, когда читаешь какой был умница Дмитрий Милютин, всегда почему-то вспоминаешь Сердюкова, почему-то, я не знаю почему, но мне постоянно не нужно, вот, когда читаешь Милютину, такая судьба у нас, так вот, Иван Сергеевич Тургенев, 57-й год, человек уже больной, хотя и молодой достаточно, абсолютно расстроенные нервы, сбежал из страны, можно сказать, под крыло певицы Полины Виардо, и жил при ней, приживал, сбежал фактически, чем-то вот это вот Виардо выполняло роль для него, как для Марина Влади, для Высоцкого, что это способ уехать по-тихому, так, чтобы никто вопросов не было, а, Тургенев, пусть едет, он с этой бабой волочится, ну и пусть сидит в Париже, или в Бужевале, так и Высоцкий выезжал, один из немногих, кто вообще выезжал. Так вот, в расстроенных чувствах юность-то у него была, его же посадили на месяц просто в тюрьму за то, что он написал «Некролог» на Гоголе. Знаете, эту историю? Николай I запретил говорить, что был такой писатель в России, Гоголь, и никто не говорил. Кстати, Гоголь иногда человек без возраста такой у нас, да, ни разу мне даже приблизительно не могли сказать. Диапазон был такой, что чуть ли не как Пушкин, значит, а иногда и намного моложе, а некоторые его ближе к Льву Николаевичу Толстого, человек без возраста, чтобы не интригать, скажем, было 43 года всего. Ну вот, после того, как умер Гоголь, молодой литератор, то ли денег, как же, почему никто не пишет, да я напишу, написал, послал в это в Санкт-Петербургские ведомости, там его развернули, он не понял, почему, отослал в Москву, и в московских ведомостях напечатал, Котков, и тут же приказ, он из Питера сказал, посадить на месяц, вернее так, посадить просто, а спрашивают Николая Первого, а на сколько мы его сажаем-то, ну там посмотрим, пусть пока сидит, сидел, сидел, потом вспомнили про него, он все сидит, 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 ну теперь может ехать к себе в имение Спасской и Лутовиново туда, Орловской губернии, а на сколько мы его ссылали, тоже там посмотрим, может посидеть, и там он полтора года еще просидел, в ссылке, ну естественно, при первой возможности, как тот же Герцог отвалил, только под другим придут, так вот, есть его мемуары, как делается реформа, салон в Риме, великой княгине Елены Павловны, вся команда там, братья Милютины, Рейтерн, будущий министр финансов, Головнин, будущий министр просвещения, значит, и масса других, татаринов, будущий генеральный контролер, ну и тогда вся команда там, и самое смешное, что самым главным там, очень быстро, стал сам Иван Сергей Четургенев, он зажигал там, на этих диспутах, больше того, он так зовется, что он Головнину, там договорился, потом ему еще писал, что он будет политический журнал издавать в России, Головнин ему разрешил, 57-й год, он хотел стать политиком, больше того, он и был политиком, у нас думают, что он только в это, в кирзовых сапогах там, по болотам ходил и стрелял утром, нет, выдающийся ум закончил философский факультет, с отличием, знаете что, он получил доктора права Оксфордского университета, Иван Сергеевич, мальчик, почетного доктора, Оксфорд, дальше, Гогенлоя, канцлер Объединенной Германии, они как-то встретили, два часа поговорили, приходит домой Гогенлоя и делает записи, говорит, вообще, если бы я был царем Александром Вторым, я бы немедленно назначил вот этого Тургенева премьер-министром, а он знал, что писал, он сам канцлер, так что, вот такая мощная фигура, а у нас, во-прежнем все, ходит в сапогах, стреляет утром, вот эта команда была наиболее просвещенная в России и наиболее радикально и системно настроена, не просто долой, а как сделать, на что менять-то будем, как вообще обустроить, вы же понимаете, что такое крепостное право, то же самое, все кричат, стыд и позор, хорошо, это хребет экономики, как вы понимаете, что такое крепостное право, это что, и освободили, это в общем-то, не совсем удачно, но все-таки, там очень много было всех вещей, и проверяли несколько раз, причем не на просто, на деревне какой-то, как сам Тургенев, он освободил своих крестьян в деревне, у него было там полтора человека, поэтому это не очень, так сказать, хороший такой пример, а вот у Елены Павловны под Питером было два, так сказать, надельчика, такие, в одном из них было Арниенбаумский уезд, 17 тысяч крестьян, и вот она на них прорепетировала все, чтобы уговорить племянника, тот говорил, это невозможно вообще, как мы это можем освоить, на этом все держится, а как будут тогда, а дворянство на что будет жить, это же доход для дворянства, весь этот опробтор, понимаете, в чем это? они сейчас разойдутся, а эти на что будут? Ну, он Пушкин, чтобы играть в карты, никого не освобождал, естественно, а откуда он будет деньги-то получать? От этой, выпьем с горя, где же кружка? А деньги где? Вот главный вопрос, кружка-то ладно, мы найдем ему, а где деньги взять? Так вот, 17 тысяч, когда она показала, что у нее образцовое хозяйство, крестьяне стали свободные, гораздо лучше стали работать, но для этого туда надо было еще и агрономов новых притащить, надо было продумать все землепользование, аграрная работа аналитическая и серьезная была, что вообще сеять-то? Может быть, не то сеяли, поэтому и не то собирали. Так вот, очень серьезно была проведена работа, когда Александр увидел, что у тетеньки получилось, то давай тогда, сказал Милютину, давай потихонечку бой, потому что Пугачевщина-то новая в России бывает по двум причинам, когда вот эти простые ребята вдруг берутся за Дриколья по собственной инициативе, такое тоже бывает, а иногда власть так достала, что уже надо браться за Дриколью и что-то делать, потому что жить так нельзя. Так вот, надо как-то по-другому жить. Вот она предложила эту модель, и это получилось. Так вот, на встречу февральской революции столетия второй всплеск русских интеллектуалов, которые были, ну, первое временное правительство во главе с князем Львовым, когда по одну сторону сидит лидер кадетской партии Милюков в качестве министра иностранных дел, а по другую лидер октябрьской партии Гучков как министра обороны и по центру князь Георгий Евгеньевич Львов. Вот это новый образец просвещеннейших людей, которые одновременно и должны были принести Россию освобождение. И сейчас, конечно, будет погром очередной, погром либералов. Мы это все предчувствуем уже. К столетию они нам устроят там. Опять выйдут, начнут говорить, что вот далее порулить, они Россию загубили. Они будут это нам говорить, я уже предчувствую. Поэтому я и хочу эту книгу издать, чтобы люди посмотрели, что за люди-то хоть были. Не им читают. И люди не Сердюков. Так вот, это у них там через одного Сердюкова сидят. А здесь будь здоровы были ребята. Так вот, беда-то произошла вся в том, что не октябрь был после февраля, а октябрь случился до февраля. Вот на мой взгляд, что важно. Только в декабре 16-го года умные монархисты убили Распутина, чтобы он вообще не отсвечивал там. За два месяца до февральской революции они только придушили человека, который рулил страной. Николай II, конечно, многие говорят, вот хороший семьянин, прекрасный отец, совестливый человек. Возможно, но мы сейчас не его личные качества обсуждаем. А мозги-то, он сам, кстати, говорил, мне потолок, это гвардейский полковник. А меня судьба бросила Россию управлять, да еще во время мировой войны. Ну, естественно, он не справился. Но вся модель такая была, что от него все зависит. Поэтому он плюнул на все, отказался от власти, еще отрекся из-за сына, и вообще все запутались. Это, конечно, не либеральная революция была. Либералы на несколько месяцев сели кабинетом, а революция уже шла, та, которая привела к октябре. Их уже, строго говоря, не слушались. Тот же самый наш Федотов Георгий Петрович написал о том, что они пытались залить пожар. Вот и была работа. Они ничего, никакие реформы не могли проводить. Идет война. Они заливали пожар, который уже вспыхнул из-за того, что реакция породила революцию. Причем такая реакция, которая уже, конечно, в период войны. Ну, смотри, один из жестов Николая I с подачи Распутина, естественно, это вторая половина 16-го года. Такой ярославской губернией руководил, штюрмер такой, 80 лет было, может быть, проворовался, пил, воровал, пил, воровал. И, наконец, его сняли. Потом занес Распутина, сидел, над ним смеялась вся страна, смеялась. Но тихо так, потому что, вот, чего-то занес Распутина и ребятам, которые вокруг Распутина, сидели на кассе Распутинской. И царь назначает его премьер-министром. А он немец, а идет война с Германией. Проворовавшийся немец в конце 16-го года назначается премьер-министром страны. Только что оттуда еле вытащили его из Ярославской губернии. Там народ стонал. Так его премьер-министром делали. И вспомните, что сказал Гагенлое про Тургин. Вот почему же тюрмеры ползут, а Тургиневы отдыхают. Почему у нас молчалины ползут наверх, чацкие отдыхают. Чернышевского Клиханов о нем написал. Где-нибудь в Англии с его-то головой он был бы министром, а у нас его ни за что фактически. Причем Александр Второй выкинул так, чтобы потом толком и не вернулся. Вот это горе от ума в России, которая воспроизводится постоянно. Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, доживу ли я до того момента, когда у нас начальник и интеллигент будут одно и то же лицо. Пока они категорически разные. То есть, если ты видишь интеллигентного человека, значит, видимо, что-то у него не сложилось в карьере. И наоборот, заходишь в начальственный кабинет и ты уже предчувствуешь, что это за башка там, чем она там набита. Понимаете? Доживем ли, когда у нас вот это просвещение, освобождение пойдут рука в руку и выстроится так, как мечтали лучшие умы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok